Литература является важной частью культуры каждого народа. С помощью нее из поколения в поколение передавали народную мудрость, национальную историю, обычаи и традиции. Литература помогала не пасть духом в трудные времена как всему народу, так и каждому отдельному человеку. В нашей стране литература также занимает особое место. Казахстан может гордиться такими великими писателями, как Абай Кунанбаев, Жамбыл Жабаев, Ильяс Джанцугуров, Миржак Ибдулатов и многими другими авторами, сделавшими значительный вклад в становление казахской литературы. Они писали о любви к своей родной земле, призывали к справедливости, к уважению своих родителей и почитанию старших. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Говорил сам Оралхан Бокей Субтитры создавал DimaTorzok 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 Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всего в конкурсе принимало участие 30 человек со всей области Они читали сочинения Оралхана Бокея и других известных авторов На выступление участникам давали 2-3 минуты Субтитры создавал DimaTorzok Выиграв конкурс в районе я получил путевку на областной конкурс Основная цель этого конкурса это привить молодежи любовь к языку Я хочу внести большой вклад в развитие языка Мне с детства привили любовь к родному языку и казахской литературе Большой вклад внесла моя мама и я очень рад этому Я считаю, что молодежь должна развивать казахский язык И возносить до высот родной язык, чтобы весь мир узнал его На данный конкурс я приехал из Мартугского района Казыргы жастарымыз осы қазақ тіліне деген күштарлығы дамып Осы қазақ тілін көр кеттіп бүкіл әлемге танылса деген ойдамын Түнерген пара болт, шығыстан соққан қатты даулдан ұқсыр Атысқа айып, удақ-удақ көшіп барады Бірастан соң жер біра сайы ғырлады да, нүсер ғойп көя берді Жер бетін седі басы, сайлар бөсінген ада Далады жанбыр бірлет жоусы, орманда екрет жоуады Тамшы солғылан шоң кетін көріп нағыруда Бірақ оны елемескен алға дұшпан бағыттан көз алмай, малтығын сәр ұстап жоң керіп тұр Мен, дүнере жауған күм бет бақ, қызылдай соққан жел бет бақ, көгір айды сары айтқан мерімісіз күз бет баққа қасқайып бой бербетің жоң керіп ұшыстастырмын Қалай қатырмын, жағын өттімен Қайтыр деймісін, беріншікін нәрсе қой, бізден өткен жауын, немістің ойыннан да сорғылып тұрған бұлап, деді ол Оның күріс, деп алға кетіп бара жатырен, ол, тұқтаныс, деді де серт ұстап тұрған мұлтан дезеп, бірде татып жүгерді Маған шақ деген де естеріп танын Содан сону, тағы бұры бұл ақыладың, ағайланыс Ол алдымызда тұр түнпештің ұсанғалып тағыдатты, көріп жатырмын, түнпеш іқан ұқысын Ол емектеп бар, оққашқан жаудың дәкіметін алып келді, ек сағат бұйандасқан дарын айтты Ол ал алдымызда тұрған ұсын қырыл айтты Же ұмыс ұқырызмастер ісі ұ Сақырын Же ұмыс ұқырым нәрін әкірін Өзі ұқырыл керек сөп ұсанғалып За кулисами все участники заметно волновались, пытаясь последний раз перед выступлением повторить свой отрывок На сцене конкурсанты старались поразить жюри, кто костюмом, кто громкостью голоса, а кто артистичностью. В целом, все остались довольны участием в таком мероприятии. Я рада участвовать в данном фестивале. Я студентка медицинского колледжа имени Маметовой. Моя цель участия в конкурсе – это развитие казахского языка и литературы. Мне нравится участвовать в таком поединке, который состоит из трех конкурсов. Первое – чтение отрывка прозы, второе – драматическое чтение и третье – выразительное чтение. Думаю, что первый конкурс прошел удачно. Я читала произведения Оралхана Боккея. Во втором конкурсе я читаю произведения Сабита Аспанова. В третьем конкурсе читаю произведения Толегена Айбергенова. Жюри предстояло принять нелегкое решение. Выбрать самого талантливого было действительно трудно. Все участники приложили максимум своих сил. По итогам всех трех туров первое место занял ученик 11-го класса Актюбинской средней школы Наурезгельды Айсен. Второе место разделили ученица 11-го класса Благодарной средней школы Пралина и курсант первого курса Военного института сил воздушной обороны имени Бегельдинова – Касым. Им были вручные дипломы Акима города Актобе и денежные призы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Минувший конкурс лишний раз доказал, что молодые таланты у нас есть. Молодежь знает и чтит, читает и изучает произведения писателей нашей страны. И кто знает, может быть, среди них есть будущие, признанные народом и временем писатели и поэты, такие как Оралхан Бокей. Продолжение следует... Продолжение следует... К Ролхан Бокеев Ролхан Бокеев Ролхан Бокеева названы несколько школ в Усть-Каменогорске, а 28 сентября 2007 года ему был поставлен бюст в поселке Глубокая Восточно-Казахстанская область. Ролхан Бокеев Ролхан Бокеев Ролхан Бокеев Ролхан Бокеев